Всем привет и добро пожаловать на канал BloodHome Работчика обещал Наконец-таки теперь у нас есть возможность нанимать уборщиков У нас появилась юридическая фирма Есть возможность арендовать и открывать офисы Соответственно с создачей в аренду В передаче у нас появилась возможность приближения и удаления камеры Теперь можно делать заказ доставки товара прямо со склада к магазину И много чего еще интересного Я думаю мы лучше вместе с вами на это все посмотрим уже во время самопрохождения Так что желаю всем и каждому приятного просмотра Начинаем новую игру Естественно возвращаем наше имя Я думаю вообще есть смысл даже создать того же самого персонажа Который у нас был ранее Только с маленьким исключением В прошлый раз у нас он был в рубашечке И точнее наоборот он у нас был в маечке Да в каком-то такой А так как у нас все-таки это уже великий бизнесмен Он уже прошел школу основы Пускай у него будет пиджак Все-таки у него хоть какой-то карьерный рост должен быть Он уже такой уважаемый бизнесмен Как минимум на районе Где вот у нас там были между булок магазин и все остальное Кстати да магазин надо будет создавать новый Естественно интересное название пишите в комментариях Так и обязательно и назовем Ну и ботиночки давайте добавляем Все персонаж создан Отправляемся Может быть только прическу Не совсем старперская Вот такую лучше оставим Ну что ж у нашего главного героя снова произошло горе У него опять умирает бабушка И опять же таки на похоронах Он знакомится с далеким родственником дяди Фредом Который сказал что мол нефиг сидеть в своей дыре Давай короче собирай монатки Шуруй большой город Здесь большие деньги и большие возможности И совсем я тебе постараюсь этим помочь С развитием конечно же и с первыми шагами Так мы здесь и оказались По прибытию у нас встречает сообщение от дяди Который говорит что у него тут есть знакомый товарищ Который готов нам помочь с квартиры И вот мы тем временем уже до нее добрались По поводу аренды квартиры Значит здесь идет депозит у нас 2070 долларов И ежедневная 69 Ну как это в принципе и раньше Поэтому других вариантов у нас все равно нету Поэтому арендуем Заходим внутрь У нас из денег осталось 1930 долларов А по заданию у нас сейчас надо просто поспать И восполнить свою энергию Давайте отдохнем Пускай главный герой у нас поваляется на койке Отдохнем с дороги И спать он будет аж целых Так 12 часов да Почему бы и нет Прямо хороший такой знаете Мощный сильный сон Правда я столько времени не спал Да блин даже не знаю сколько Я по моему как с армии вернулся Стал спать там 4 Ну 5 часов это край Поэтому 12-часовой сон для меня Это что-то просто нечто Ну это из ряда вон Значит у нас по заданию сейчас добраться до магазина Надо будет приобрести холодильник Также отправляемся потом в супермаркет И покупаем свежую пищу Свежие продукты Правда магазин еще закрыт Сколько у нас открывается он? С 10 Ну ничего страшного Сейчас у нас 9.39 Скамейки никто не отменял Давайте наверное е посидим Правда полчаса тут нету возможности выбрать Ну ничего страшного Часику Чтоб наверняка магазин открылся А то мы сами знаем Бывают продавцы чуть задерживаются Да и соответственно не приходят на работу И стоишь около двери И в баклуши бьешь Чтоб такого не было Соответственно мы с вами как раз таки Нужное время пропустили Также хочу обратить ваше внимание Хотя наверное вы уже и так его обратили Здесь есть люди Помните у нас раньше было все иначе Когда мы с вами заходим в магазин Весь трафик образуется только после нас Сейчас уже немножечко все выглядит другим образом И если магазин какое-то время работает Соответственно в это время туда приходят посетители И мы как раз таки это сейчас наблюдаем Мы зашли не в пустой магазин Магазин уже работает И люди что-то тут пытаются приобрести Ну и мы тоже с вами будем делать Берем сразу тележку Покупаем холодильник Стоит он 1800 Конечно у нас с вами 1930 долларов осталось Не густо Но для холодильника И базовых продуктов Нам должно хватить Приобрели Да у нас 130 долларов осталось Вместе с тележкой Шуршим сразу же в сторону дома Кстати тот самый Porsche новенький Классно выглядит Потрясающая тачка У меня в детстве всегда висело Два плаката Первый это Porsche А второй это были Lamborghini Обожаю эти автомобили Правда ни одного до сих пор нет Но очень надеюсь что у меня И у всех моих зрителей Рано или поздно под окнами Будет стоять какой-нибудь там GT3 Как вариант Почему бы и нет Вот от чистого сердца всем желаю В общем мы с вами тем временем Уже добрались до дома Сразу же наверное будем Давайте парковать данное устройство Берем холодильник И разместим его допустим Где-нибудь Да вот тут же Да где у нас он и стоял В этом же уголочке Мы его и поставим Тем более мы это все временно Все равно мы как только сейчас Деньжат получим Отсюда постараемся переехать Хотя квартирка то сама по себе По факту то и не такая уж и плохая Большая ванная комната Есть кухня Единственное что может быть Гостиная да А хотя стоп А мы можем койку сюда перетащить Да как и в прошлый раз А здесь мы с вами сделаем Гостиную и соответственно Ту же самую кухню Как вариант Ладно значит это мы с вами сделали Побежали в магазин Покупать теперь продукты Для того чтобы можно было Повполнять свои запасы По энергии Нас сейчас интересует что Нам надо будет приобрести А просто свежий продукт А у нас идет вот это да Восемь долларов Ну давайте несколько штучек возьмем Аж целых наверное Четыре позиции На 32 доллара Кассовый аппарат Оплатить Готово Да У нас теперь есть бумажный пакетик Можно вместе с ним Вернуться к дому И это все дело мы выгрузим Уже в холодос Хорошо здесь рядом все находится Знаете что я забыла посмотреть Я хочу посмотреть карту Так значит по поводу Вообще локации Ну что то примерно То же самое у нас и было У нас появляется вот здесь Новый район Раньше у нас с вами здесь Ничего не было А теперь видите Есть улицы дополнительные Соответственно здесь можно будет Снимать квартиры Или может быть даже Заняться бизнесом Дальше У нас с вами раньше было Только вот досюда Как раз какая-то самая Заправка да А теперь у нас еще появилось С этой стороны немножко домов Ну Город расширяется Город развивается О нифига себе У нас здесь парк Ну это такие знаете уже Это на будущее Да Заготовочки Не будем ладно спешить Сейчас закидываем Все как полагается По заданию В холодильник И наверное Перекусить надо Одной порции Будет чего-нибудь И тем временем Мы задание с вами Сделали Дальше Нам надо устроиться На работу в супермаркет И получить Первые свои 300 баксов Ну это мы можем Это мы умеем Хотя если честно Насколько я помню Вроде как Вот здесь у нас был Напротив банк Мы можем даже Сейчас посмотреть Так магазин Нет Нас интересует А где у нас банк А вот у нас банк Да он также На этом же месте Находится Было бы классно Наверное сразу же Отправиться Взять кредит И идти заниматься Своим бизнесом Но тут видите Все таки у нас есть задание Ладно Не будем Бежать перед паровозом Как я люблю говорить Поэтому Сделаем все Как полагается Значит Вот у нас здесь Идет информация По работе И у нас Получается еще Фрайдэй Пятница Завтра будет выходной Сегодня устраиваемся Завтра выходной И выходим Получается только в субботу Прикольно Ну давайте Берем Берем эту работу Других все равно Вариантов нету Хотя может быть мы можем Попробовать здесь Себя сейчас Ну-ка на работе Нет Не получается Нам надо завтра Устроиться на работу Хотя подождите Стоп Ну-ка Нет Нам не дают Возможно сейчас Устроиться на работу Увы и ах Только завтра Точнее уже Точнее Только послезавтра Ну значит Перейдем Других вариантов Все равно у нас нет Чем себя сейчас Занять все это время Спать наверное Я даже не знаю Что еще сделать Нам надо Проспать целый день Хотя С другой стороны Есть конечно Вариант Попробовать Сгонять В магазины Посмотреть Сколько стоят Тачки Сколько вообще стоит Какое-то там Оборудование И все остальное А стоп Мы сегодня работаем И мы походу Просрочили свою работу Я не туда посмотрел Это плохо Сейчас 11 часов Мы опоздали Ну ладно Получим выговор Какой-то наверное Дополнительный Да Вот так вот мы сделаем Или может даже Мы просто пропустим Это рабочее время Зарплата есть Зарплата есть Вот теперь Можно будет уходить Отдыхать И заниматься своими делами Наверное мы сейчас Еще получим Дополнительный выговор А нет Ну нам позвонили Мол сказали А что за фигня Почему ты не приходишь на работу Так получилось Проспал Я думаю Это стандартная беда Многих людей Хотя честно Ни разу вообще Не просыпал работу Вообще ни разу Я По привычке своей Не знаю Лучше раньше приду На час Есть такая пословица Хуже ожидания Может быть только догонение Да вот Терпеть не могу догонять Поэтому лучше Приду пораньше И буду ждать Все Значит Пока у нас энергии Все остальное навалом Садимся Точнее Ложимся в койку И будем отдыхать До 6 40 Скольки-то там У нас профит Минус 69 долларов Рабочее время есть Да Соответственно мы сегодня С вами работаем Надо заработать еще Сколько там Одну Полторы сотни И мы сами сможем Закрыть данное задание Касса Работаем Вот так вот Правда чуть раньше Пошли мы с 8 Начинаем Но ничего страшного Компенсируем То время Которые проспали Днем ранее Наверное даже Сразу так вот Пропустим это время Готово Да 300 долларов мы заработали Суммарно у нас уже 285 в кармане Значит Теперь мы с вами двиг Ох А что у нас здесь случилось А что у нас здесь запробка Грузовик пытался Как-то тут странно Очень развернуться Да Через Двойную сплошную Он еще газует Ты его посмотри Что он творит Ему чертовски не нравится Вот этот серви Он просто хочет Вытолкать его Да Жестко Это реально жестко Значит У нас с вами сейчас задание Добраться до банка Получить 15 тысяч Долларов кредита Соответственно Мы будем с вами открывать Походу Свой первый бизнес На эти деньги Да Только вот Самый главный вопрос Какой Тот который у нас уже был Или все таки Нам позволят Открыть что-то другое А было бы здорово Если бы Была бы все таки По сути игра Сама по себе песочница Но было бы здорово Если разработчик все-таки Убрал вот эти Задачи И если ты играешь С обучением То ты можешь Соответственно Их выполнять И тебе подсказывают А если ты уже не хочешь И ты все примерно Знаешь как делать Можешь двигаться сам Как вот тебе пожелается Но к сожалению Пока такой возможности нет Значит Что мы с вами должны сделать Мы сейчас с вами должны Заняться А Нам надо открыть магазин С подарками Ну Это да Это наш первый магазин К сожалению От этого не уйти Открываем тогда Вугл мэпс И смотрим Как и где мы сможем Его открыть Нас сейчас интересуют Фильтры Которые нас Сейчас сориентируют По Значит Вот это во первых Где мы сможем Арендовать квартиру Ой точнее Помещение И гифт шопы Где у нас вообще они есть И что есть поблизости Мы с вами В прошлый раз Открывали его Где-то вот тут Да Хотя вот сейчас Если смотреть на это Все происходящее Смотрите Вот здесь неплохая точка Да Это первая Но правда Здесь нету метро Допустим Как у нас было Вот сделано Около Второго магазина Где у нас была Пекарня Да какая-то Ну вот У нас здесь как раз Была пиццерия На углу Здесь большой Трафик Здесь такого Наверное не будет Тем более Улица не заселена Здесь нету ничего Пустырь Следовательно И народу Наверное Здесь будет немного Но С другой стороны Вы посмотрите У нас здесь Есть улица И небольшие дома Мы как вариант Придачу здесь Гифт-шопов Очень мало Мы можем Прямо вот здесь Около перекрестка Почти что Да Заняться арендой От этого помещения И именно тут Открыть наш первый магазин А почему бы нет Пойдемте посмотрим Что он у себя представляет И скорее всего Мы наверное так и сделаем Это ты Ну-ка Сейчас мы посмотрим Открыть магазин Значит Трафик индекс Здесь 29 Аренда 3000 в депозите И по 100 долларов в день Да в принципе Не так уж и дорого И очень даже неплохо Для старта Неплохой вариант Тем более Давайте еще раз Откроем карту Если что Здесь очень много точек Очень много магазинов И мы В теории Сможем как раз таки Все виды бизнеса Открыть как раз таки Именно На этой улице То есть Захватим Всю эту улицу Чисто под Свои Торговые точки Давайте Заходим сюда внутрь Арендовать Данное помещение Начать новый бизнес Как мы его назовем Блин Это самый главный вопрос Вообще без понятия А вот так мы назовем Мир подарков Классика Да Это сейчас реально Классика жанра Значит Открываем Название Гифтшопа Дальше Начать бизнес Нам требуется Сейчас сюда приобрести Это кассовый аппарат Дальше нам потребуются Корзинки Да Надо идти закупаться Ну-ка По поводу вообще площади Ну Поменьше Чем Плейгифт Который у нас был первый Но в принципе Нам для старта Это будет более чем достаточно Тем более Действительно Хороший трафик Индекс 29 Да У нас в максимум По-моему Было это 35 И в придачу Аренда небольшая Там не 200 Не 300 долларов А всего лишь Боже Какая офигенная Все-таки СК С панорамной крышей Вы посмотрите О да Ну У него есть СК Видите У него свои правила Вот терпеть не могу Уже красный загорелся Все равно Начинает Как это выезжать На перекрестке Пытается показать Что тут он умнее всех И в итоге Образуются какие-то пробки Ладно Значит Нас интересует что Нас интересует этот магазин Сейчас времени 19.35 И походу он уже Да Он уже закрылся Не успеем Ну тогда Пока тут у нас есть пробочка Мы По пешеходке Быстрее перебежим Пойдем в сторону дома Надо лечь Поспать Перекусить Восполнить энергию И с утра Мы уже Можем отправиться На закупки Единственное что Наверное Ей я пока Нет я не пока Я вообще в принципе Уволюсь Все Я пришел Так бы подзаработал Чуть-чуть деньжат И говоришь До свидания Да Нам больше Не надо работать на дядю Теперь мы ищем дяди Которые будут работать на нас Поэтому Будем заниматься Собственным бизнесом Значит Нас интересует 10 Хотя наверное так сделаем 9.27 Пока проснемся Пока раскачаемся И как раз таки Отправимся с вами Прямо ко времени На открытие К магазину Да Сейчас сколько там Уже 9.38 Ну да Слушайте а пробка Так и не рассосалась Да Хотя нет Пробка это рассосалась Машины все разъехались Тоже другая пробка Образовалась Причем Су-3 Пораньше И образовалась она Благодаря вот Двум этим товарищам Красный и синий Понимаете Два дальтоника Походу Со светофорами Потерялись И в итоге Врезались И вот теперь Вся улица Весь перекресток Здесь будет стоять И ждать Пока эти товарищи Разъедутся Берем Тележку Значит Нас интересует Данная штука Дальше Нас интересует Естественно Швабра Кассовый регистратор Как мне тебя взять А вот готово И нас интересует Еще конечно же Это корзинки Есть Правильно Вроде все Взяли Нам также Еще потребуется Это стеллаж Вот такой вот Так А у нас он сразу же идет А раундов шеф Шоппинг баскет Нет Его у нас пока К сожалению А нет У нас он идет Нам потребуется Еще одну ходку сделать За один раз Наверное Мы это все дело Не загрузим Ну ладно А у нас Не было Познаний Приобрести Сейчас Швабру Мы тогда ее удалим А у тебя Тогда сразу возьмем Чтобы именно Задание выполнить Оплачиваем 2700 У нас все это Суммарно Выходит Здорово Классно Все готово Или нет Да Ну пойдемте Выставлять Хотя странно Я вроде купил А вкладочки О том что у нас Это теперь Выполнено Задание Почему-то до сих пор Нет Возможно Наверное Чуть позже появится После того как мы ее Уже сможем установить Это мы паркуем Нас что интересует Первое Вот это Мы возьмем сейчас Поставим допустим Где нибудь А вот тут Первое готово Дальше нас интересует Кассовый регистратор Разместить Поставить вот сюда Дальше Корзинки Поставим их около входа Наверное Будет оптимальным вариантом Где нибудь вот здесь в уголочек И нас интересует еще Это стеллаж Здесь его разместим Слушайте Мне нравится этот магазин Мне прям определенно Он нравится Хороший Телегу забираем Пойдем покупать еще Подождите Каутер есть? Есть Кэш-регистратор есть? Есть Шопинг Корзинки есть? Есть Стеллаж есть А Не докупил кое-что Сейчас опять сек Сейчас мы вернемся Вот нас что Интересует Это для дорогих Подарков Да 1200 он стоит Тоже приобретаем его И теперь Можно будет двигаться В сторону Собственного магазина Чтобы можно было Все Расставить Хотя раньше у нас Витрины для дорогих Подарков Не было Точнее Она в игре-то была Но она не была По заданию Все Оплатили Да Теперь у нас полностью Выполнено это задание Слушайте Когда вот играешь С приближением Прямо Кардинально по-другому Да Ощущается Вообще Весь этот мир Здорово Реально классно По поводу магазинов Только Ребятки И главное Не забывайте Помогайте мне С названиями Так будет Поинтереснее И повеселее Что самое главное Это мы разместили Забираем Значит Данную Витрину Поставим ее сюда Хотя Вроде как На свете Должна стоять Например Как-то таким вот Образум Чтобы можно было С двух сторон Подходить Но Мы поставим ее Вот так И ладно И все окей Готово Да Значит Это мы с вами сделали Телегу Пока поставим В уголочек А Кстати Сейчас интересный момент У нас если будет находиться Здесь склад И мы поставим Здесь стеллажи И там будут находиться Коробки Которые мы будем Привозить Для дальнейшего Естественного сбыта Да Именно самопродукции То наши сотрудники На данный момент Могут сами ходить На склад Брать и это все дело Размещать На стеллаже Лично не проверял Но разработчик написал Сказал что теперь Это работает Это теперь есть Сейчас мы с вами Отправляемся в магазин Нам надо будет Закупить Стартовые Стартовые подарки Да Которые мы с вами Будем размещать Уже на прилавках И соответственно Посмотрим Как у нас там Сейчас что по цене Вообще образуется А еще было бы неплохо Зайти в магазин Где мы можем Приобрести автомобиль Так Тачки 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 У нас вот здесь Находится А добраться нам Надо будет Потом туда Ну в принципе Хотя сейчас 16 часов При всем желании Не успеем Там до 7 Насколько я помню Работаем Ну ладно Тогда в следующий раз Гоняем Сейчас отправляемся Только на склад Но Поршик Мэрс Надо будет 100% Прикупить Но первым делом Конечно Пойдет фургон Хотя Теперь если есть доставка Нам не обязательно Самим корячиться И все время Возить что-то На фургоне Покупаем сразу Сразу себе Поршик И ездим Горцуем А Мы в маленький магазин Пришли На маленький склад Точнее Так Закупаемся Нам потребуется Наверное Опять же Такие Тележка А Хотя Слушайте А мы попробуем Сделать доставку Прямо отсюда Так Стоп А вот У нас Смотрите Отдел доставки Находится А давайте Пообщаемся Значит Нас интересует Новый контракт Мир подарков Дальше Так Ну естественно Нас интересуют Пакеты Дальше А Здесь когда Здесь получается Нет возможности Сделать сразу же Несколько Заказов Да То есть Мы выбираем Контракт На каждую позицию Угу Ну Допустим Один раз Дальше Привозить Ты нам будешь Фрайдей Значит Завтра Потом Мы это выбираем Цена Будет идти А Доставка 100 долларов Будет стоить Нифига себе Сказал себе Ну ладно Давайте Просто ради интереса Это сделаем Пайпербэк Мы сделали Заказ Дальше Нас интересует Новый контракт Опять же Коммер подарков Давайте выберем Простые гифты В количестве У нас будет идти Двух штук С доставкой Они у нас будут идти 2300 Тоже у нас будет идти Доставка На субботу Оформить Готово И нас еще интересует Новый контракт Мир подарков Сода нас не интересует Классические карты Не то А Все что ли Получается Замороженные Да Слушайте Походу Да А Здесь Нету Дорогих Подарков Их тут У нас Нету Ладно Это Кэнсел Нам потребуется С вами Добраться До Большого Склада И там Уже Мы с вами Можем Заняться Покупкой И заказом Всех этих Товаров Но Мы Давайте Сейчас Утро Подождем Будем Надеяться Что Нам Все Привезут А пока Шуруем Домой И Байнки А вот Мы Дома Лажимся Байнки До Наверное 7.39 Угу У нас Товар Приехал Надо Теперь Единственное Что это Будет Все Расставить Да Сейчас Так же Быстро Перекусим Еще У нас Еще Даже Есть Две Единицы Пищи Свежий Побежали Стеллажи Вот сюда А мы же Раньше Продавали Отсюда Теперь Получается Это просто Склад А подарки Продаются Исключительно Вот На таких Витринах Ясно Понял Ну давайте Мы возьмем Вручную Разместим Тебя Здесь А Ну Дель У нас Здесь Пошло Все Подряд И кружки И так Далее Здесь У нас Больше Не Выставляется Ничего На продажу Тогда Это Было Неплохо Отсюда Убрать Во-первых Мы Это Заберем Сейчас Так же Дополнительно Расставим А Этого Слишком Много Вы посмотрите Не помещается Тогда Поставить Коробку Сюда Это Мы Естественно Тогда Сейчас Должны Будем Убрать Поставим На склад Влезет О Влезает И коробку Естественно Мы разместим Уже Непосредственно Там О Готово Когда Потребуется Сотруднику Это все Взять Он возьмет И уже Непосредственно Будет Все Расставлять Единственное Так же Было бы Неплохо Тогда Получается Как-нибудь Поставить По другим Углом Здесь Наверное Надо будет Поставить Таких Две Или Три Точнее С подарками Да Странно Это все Выглядит Если честно Прямо Странно Пустой Пока Магазинчик Прямо Откровенно Пустой Ну ладно Пойдемте А Куда Пойдем Нам надо Теперь устроиться На работу Самим Теперь Здесь Да Открываем Магазин Значит По поводу Продаж И стоимости И вообще Рабочей Смены У нас Здесь Новая Схема Работы Теперь Графики Можно Выставлять Настройки Это у нас Имеются Маркетинг Так стоп Это не то Открываем Только Разве что Мы тебя Да А Мы здесь Можем Редактировать Стоимость Сделаем Чуть подороже Буквально Чуть Чуть Так А подожди Стоп У нас еще Дизайн Можно подобрать Здесь Примерно То же самое Что и было А С Так А если На улице Посмотреть Есть Насколько я помню Здесь можно Подобрать Шрифт О Вот он Ну Значит будем В таком формате Здесь других вариантов Пока у нас нет Магазин Открываем Работаем С 8 До 16 А Смотрите У нас здесь получается Полноценный ползунок Да Где мы можем Менять Ну давайте сделаем Работу С 9 До 19 10 Часовая рабочая смена У нас будет идти Вот Сейчас у нас магазин Вроде как должен быть открыт А Мы здесь выбираем Каждый день отдельно Все Я понял Вот так вот мы сделаем Копируем на все дни Сейчас открыт Сейчас открыт Все Как раз наши первые покупатели Пришли Встаем на заказ А Стоп Подождите А мы А ну Пакеты бумажные Сразу же Уже ушли В этот самый В ящик Работаем Хочет Навороченных подарков Но к сожалению У нас их сейчас Нету Ну покупайте Тогда простые Других вариантов Тоже нема Это есть Ну вот у нас Первые продажи Пошли Ускоряем процесс А неплохо так идет Дело Слушайте Самое что интересно Энергия стала падать Медленнее чем ранее То есть Баланс у нас Произошел Это хорошо Приходят Пишут Хотят дорогих подарков Ну нету их Ну нету Извините Увы и я Сколько у нас там осталось На витрине А к сожалению Пока не видно Сейчас у нас Смена закрывается Все 19 часов Магазин закрыт Ну из 200 Они так уж и много Купили Нам требуется Швабра Пол Зараза Грязный И нам кстати требуется Сейчас еще Отработать здесь Два дня Чтобы завершить Это задание Побежали Та домой Ой Нифига У нас тут пробочка Образовалась Пойдемте-ка Сейчас сбегаем Купим продуктов А еще А еще Знаете что было бы Неплохо сделать Переехать поближе сюда Ну-ка Где у нас Есть возможность Снять квартиру Поблизости А Даже так По сути Ты нигде на этой улице Только вот сюда Разве что Ну пока Смысла в этом не вижу Будем жить У того мужика Который нам Дядя Предложил И подкинул Стоп А там до 8 Да не успел бы Ложимся спать До 8.01 Готово 685 долларов У нас стал профит По тому магазину Значит это я закрываю Вкладку Чтобы у нас больше Она не подсвечивалась Пока время есть Мы вот так вот Сейчас закупимся Продуктами Быстренько Прям в одном холодильнике Берем 4 позиции И закинем к себе Холодос Оплатить Пошли домой Это все в холодильник Сразу разместить Одну порцию Скушать Во Время 9.05 Ну чуть-чуть Опоздаем На собственную уже работу Насколько опоздаем Ну почти что на час Ну ладно Магазин уже открыт Встаем быстренько за кассу Работаем Да уж Полы тут неплохо Так Испачкались У нас прямо Очень неплохо А сколько у нас осталось там А 110 подарков Ну пока хватает Пока хватает Также надеюсь Сейчас успею Купить швабру Чтобы можно было Навести порядок И будем закрывать Наш второй день Вторую смену Не успел Да Закрыто здесь Ну ладно Пошли домой спать Извиняюсь Извиняюсь домой Косяк Сори Ой Ребята Никогда так не перебегайте Дорогу Это прямо ужасно Это очень плохо Все Банки До 7.56 727 долларов Мы заработали И задание как раз Красски у нас Сдано Также имеет смысл Сразу же перекусить Восполнить энергией Свой организм И теперь мы с вами Должны будем заняться Базовым менеджментом Чтобы можно было В дальнейшем Нанимать Сотрудников Это конечно Все здорово И классно Но Блин Он с 10 работает У нас еще полтора часа Ладно Побежали тогда Побежали Будем заниматься обучением Вы работаете? Да Нас интересует Сейчас Basic Management Насколько я помню Это вроде была Вот эта дверь Вроде как Да Это Basic Management Нам требуется Курс из 10 часов 300 долларов Будет стоить До 19.00 Давайте Как раз За один день Все сразу же И сделаем Готово? Да Теперь мы можем Нанимать Себе Наших первых Продавцов А где у нас HR По-моему Где-то было Вот здесь Если не ошибаюсь Нет Это не то Вот Что-то упор Не вижу А Вот здесь Селен у нас Находится Понял Ну Ну Побежали Туда Да Пока Тачки Нет Поэтому Приходится Бегать Но Ничего Страшного Кстати По поводу Вообще Прохождения Ну да Это такая Водная Серия К сожалению Приходится Нам это Все Дело Сейчас Заново Провернуть То же самое Что было И в первом Сезоне Но Ничего Зато Как-то Вспомнились Ники Блин А со скольки Вы у нас Работаете С восьми До Семнадцати Что на скамейке Что ли мне тут Дрыхнуть Прямо По дверью Только Четыре часа Можно поспать Ладно Домой тогда Дома будем спать И соответственно Потом сюда прибежим Где-то Получается Часика За полтора Надо будет выйти Да Хотя Мы можем Воспользоваться Метро Не можем Потому что У нас его здесь нет Дом Милый дом Наверное Позавтракаем Стотреца Сейчас Что-то куш Он не особо хочет Так что Ложимся спать Будем дрыхнуть До Ну почти До шести утра Как раз За два часа Добежим Да Плюс-минус Даже Наверное Вот так Можно будет Сделать О И нам этого Должно будет Хватить Минус 217 долларов Естественно Там аренда У нас сейчас Писалась Но Что поделать А вот теперь Выбегаем И шуруем Прямо В кадровое агентство Еще было бы Неплохо Ну может быть Наверное Уже не сегодня В следующей серии Обязательно Надо будет Сгонять Посмотреть Как работает Вообще Юридическая компания Какой нам От нее будет Профит Как вообще Будем заниматься Рекламой И продвижением Наших магазинов Теперь сейчас Все в игре есть Так что Обязательно Надо будет С ним совсем разобраться Ну мы вроде На месте Да Они открыты Ой сколько здесь народу Посмотрите Соискатели Офигеть Ну давайте Прыгнем сюда Пообщаемся Значит нас интересует Мир подарков Нас интересует Сейчас Это Продавец Возраст Мы сделаем Абсолютно весь Дальше Количество Дней Наверное Мы сделаем Один Да За 500 баксов А вот Количество Кандидатов Которые Нам должны Будут Найти Сделаем Два Может быть Кто-то из них Будет поинтереснее Поэтому Выберем Это мы Сделали Дальше И я хотел бы Сразу заключить Еще А Не получается Здесь Посмотрите То есть пока Он не найдет И с ними Я взаимодействовать Больше не могу Ну-ка А ты Они оба Ищут Нам сейчас Одного Кандидата Да Для работы То есть после того Как мы сначала С вами найдем Продавца Только потом У нас появится Возможность Уже Нанимать уборщика Ну мы тогда Как раз к тому времени Сейчас бегаем В магазин Купим Швабру Поставим ее к себе И естественно Будем ждать Уже сотрудников Ну и пока Наверное Есть смысл Самим будет поработать Правда уже 10 часов Но все же Магазин Так Блин а велик Черт Надо срочно Будет записать Заборщику Чтобы дал возможность Взять велик Тем более По факту Он уже готовый Да То есть просто Бери и катайся Вот этот Вообще просто Бери и катайся Он даже не пристегнут Хотя это плохо Осуждаю Порицаю Осуждаю Вообще Это ужасно А это свиньи Смотрите До мусорного бака Был не дойти Он взял Здесь бросил Понятно Что он там Ждет Клининговую службу Которая приедет На грузовике Заберут У них весь мусор Но все равно Мог бы хотя бы До бака донести Сколько здесь народ Офигеть Так Нас сейчас интересует Только разве что А это 470 долларов стоит Нет Это too much Это мы пропустим Мы возьмем пока Только Швабру Боже сколько народу Это вы посмотрите Такое ощущение Что черная пятница Да просто все В один день пришли И резко надо затариться Закупиться Каким я хоть стою то Очередь вообще двигается Или нет Или двигается очередь Вся кроме меня Алло О неужели Неужели я Я походу Нет А нифига себе Это я еще стоял Я думал стою Чуть ли не в начале очереди А нифига подобного Это вообще Мы стояли в конце ее Побежали Сразу наш мир подарков О она здесь на роду стоит Ждут Ждут нас Разместить Это наша уборщица Или что Я не очень понял Почему вы Дамочки сюда зашли Работать Ну хотя бы немножечко Хотя бы чуть-чуть Сейчас деньжат должны Будем приподнять Чтобы не совсем уж Минусатом уходить Да Хотя бы пол Рабочей смены А потом приберемся Кстати пообщался С разработчиком По поводу Десятой версии Она появится у нас В феврале Там прямо Очень жирная пачка Интересных нововведений Пока озвучивать их не буду Кому интересно Дискорде Можете все дело Сами узнать Вот Тем более Знаете Может что-то не срастется И это не будет работать Поэтому Будем по факту Говориться С вместе с вами Смотрите уже Вот Но самое важное Что десятка С девяткой Будет работать Поэтому нам уже Три сезона Не надо будет начинать Именно с нуля То есть мы будем продолжать Именно отсюда Откуда мы с вами И остановились Ага Рабочий день прошел У нас Где швабра Берем ее И давайте Прибираться здесь Что он не хочет Здесь это делать А тут с этой стороны Ладно Допустим А вот здесь Во Все Надо будет еще докупить Две таких тумбы Чтобы можно было Отгородить эту территорию Плюс еще Дополнительный стеллаж Для подарков А знаете Что мне интересно А получится ли у нас С вами Сейчас Добавить сюда Целую коробку С товаром Или нет Если да То это круто Если нет Блин Ну тогда нет На нет А сюда нет Ну-ка проверяем Двести То есть у нас получается Доложилось Какое-то количество Все остальное У нас с вами Осталось обратно В коробке Это здорово Значит доставка товара У нас работает По каким дням там По субботам по-моему Да Вроде как да А мы можем посмотреть По контрактам Наши контракты Нет Это то что мы созванивались Это не то Да По субботам Понял Отлично А так А где наши Соискатели Пока что-то Никого я здесь не вижу Ну и ладно Тогда идем Боиньки Сразу спать До Так Нет Давайте наверное так Сделаем 8.26 Девятый день 538 долларов Мы с вами заработали Не густо Но нормально Поели Контакты Пока К сожалению Никого нету А я точно поставил Поиск на один день Или больше Извиняюсь Извиняюсь Ой Извините Извините Магазин кстати Неплохо У нас здесь стоит И действительно Есть люди Поэтому Без всяких проблем Мы тут с вами деньги Денежки Точнее Сможем заработать А еще Посмотрим По поводу кредита Значит Мы с вами взяли Пятнашку Надо было Выплачивать 18 17700 У нас еще осталось О У нас Контакты Появились Точнее Контакты Значит У нас есть Два человека Первый Это Лих Нильсон С зарплатой В 22 доллара 23 года ему Процент Его Навыка 96 И Леонард Кинг Парень 19-летний Ну видно Молодой Поэтому Ее опыта Не особо много И все равно Достаточно В принципе Вы посмотрите А наоборот Стоп Это парень Леонард Кинг У него опыт 88% А Лих Нильсон Это вообще девушка 96% Но она более опытная Конечно же Поэтому Берем ее Нам она Нужна Получается Она теперь будет Работать с 9 До 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 финала До закрытия Сейчас проверим Кое-что Вот Здесь находится Продажа Товара Так 21 доллар Это есть Рабочая Вот смена У нас получается А ну Ты у нас и будешь работать А нет Стоп Это открытие магазина А вот у нас Как раз таки Тот Кто занимается Продажей У нас будет работать Она непосредственно Да С 9 До 19 10 10-часовая Рабочая Смена У нее будет Правда Она там устанет Но ничего страшного Мы будем Уходные Тоже давать Естественно Вот И у нас еще Есть уборщицы Отдельно Как раз Видите Вкладка Есть Моб Потому что У нас есть Инвентарь То есть Это сама Швабра Следовательно Нам надо с вами Хотя мы сейчас Не успеем Да Они уже Закроются Ладно Пойдемте Тогда с вами Сейчас Надо купить Интересно Задание Сделано Нам надо купить С вами Швабру И поставить Ее В магазин Интересно А если я ее Сейчас Возьму И просто Поставлю Заново Не прокатывает Вообще Не прокатывает Ладно Тогда ее Удаляем 13 долларов Лишились мы Ну ничего страшного Идем Сейчас В сторону Дома Баиньки По дороге Может быть Я успею Купить продуктов Хотя Навряд ли Какая у нас Пробка из такси Вы посмотрите А мне тут Не просатится Никак Обидно Обидно Досадно Ну ладно Магазин открыт Открыт Вот он Допоздна работает Прямо хорошо Вечером люди С работы идут Заходят в магазин Покупаются Там продуктов Разных Да И естественно Шуруют домой Это у нас есть Нам надо будет Еще с вами Сейчас решить Это то Какой вид бизнес Мы будем открывать Следующий Ну это Надо будет Сейчас открыть Табличку И мы глянем Разместить Вот так вот Вложимся Баиньки До Восьми До семи Четырнадцати Чтобы можно было В кадровой агентстве Сейчас бегать А хотя Стоп До девяти Даже до десяти Десяти Четырнадцати Мы сделаем Мы сегодня Работать Сами не будем У нас же Работает Человек Четыреста долларов Мы сами Подняли За ту смену Нам надо Сейчас зайти Купить Швабру Откидываем ее В наш мир подарков А оттуда Что ты девушка Ну ладно Это мы с вами Поставили Дальше Теперь надо Использовать Да Допустим Вот здесь Ну да До ста процентов Мы это все Дело подняли Разместить А я не очень Понял А где Наш сотрудник Я вот этого Не очень Понял Мир подарков Десяти часов Рабочая смена А если мы так сделаем Сейчас мы проверим Написано Что работает Ну все правильно Да А вот так Может быть Надо было поставить На все дни А Ну у нас все дни Как раз таки и стоят Все Максимально скопировано Вот она Появилась Чуть позже Походу пришла Нифига себе Но это наглость Ладно Значит у нас Задача Сейчас надо Быстренько Будет сбегать Нанять еще уборщика А еще У нас совсем скоро Будет доставка товара Это классно Надо будет добавить Дополнительно Еще стеллажей Чтобы можно было Больше выставлять Быстрее приходили люди И больше покупали Естественно А еще Походу пришел Не туда вообще Ну-ка А не Все правильно Вы работаете? Да Кадровое агентство У нас сейчас есть Здравствуйте Мне сейчас Нужен человек Кадровый Будет работать В мир подарков И он у нас будет Уборщик Возраст Сделаем любое Абсолютное количество Дней на поиск Мы потратим Один Кандидат Да тоже один Любой Который придет Мы его и возьмем К себе Вот Это у нас готово Все Спасибо Мы ждем И нам с вами Сейчас нам будет Добраться До локации Потому что Нам вроде как А Да Нам с вами Машину должны были подарить Была простая Там что-то типа Хонды Да Сейчас Посмотрим Такая ли будет Либо все-таки Какой-нибудь Более интересный Автомобиль Хотя Ой-ой-ой-ой-ой Да извините 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 Это ужасно было То что сделано Ну-ка Да Все тот же Самый Синий автомобиль А кстати Вот у нас здесь Автомобильный Магазин сейчас есть А ну-ка Сколько у нас Что стоит Поршик есть Да Мерса стоят А почем Данное удовольствие Стоит у нас 13 А 130 тысяч долларов И всего лишь На три коробки У него Свободное место Слушайте Ну это жестко Этот автомобиль Который нам подарили Стоит 2500 Значит фургон Мы выбрали За 6000 Так и осталось 6020 Единиц В него влезает Цивик Ой точнее Серви У нас Блин что он застрял В нем Здесь не пройти Столы мешают Да Сейчас попробуем Обойти Посмотрим Че почем 22 тысячи Плюс-минус Так и было И этот стоил 95 тысяч Да Ну слушайте Есть к чему Стремиться Это 100% Где там Наш Папелац Во Готов Да Потихонечку Отсюда можно будет С вами уже Выезжать Теперь у нас Задача с вами Чтобы было На счету 5000 долларов И в придачу Нам надо будет Сейчас купить Холодильник В магазин И естественно Занимемся Тем Что будем затаривать Туда уже Всякие лимонады Ну и прочее Значит холодильник По-моему у нас Продавался Где-то Где-то там По-моему А кстати Обратите внимание То что Когда мы бегаем Да За нашего персонажа Мы можем Приближать камеру А когда мы Играем Вот за И двигаемся С помощью автомобиля К сожалению Увы Такая штука У нас не работает Приблизить я К автомобилю Не могу К сожалению Сейчас Будет свобода действия Полностью Сейчас мы Единственное Что закупим Это лимонады И все Значит у нас Есть варианты Какие Это открыть Фастфуд Ресторан Ну мы его В принципе Сами уже открывали Супермаркет По сути Тоже уже Сами его Открывали Гифтшоп У нас сейчас Уже есть Магазин Одежды Значит у нас Есть вариант Открыть Ювелирка Кофешоп Ликер Либо Лаффирм Ну то есть Это вот Ну какие-то Офисы В общем Мы можем арендовать Да Естественно Заниматься сдачей Давайте решать В какое направление Мы с вами пойдем И соответственно Давайте придумаем Для этого сразу же Название То есть Например Открывайте Если вы хотите Чтобы мы открыли Магазин одежды Пишите Магазин одежды Название Там Мир шмоток Ну к примеру Да Ну и соответственно Кого больше будет В комментариях Тех мы сами Те виды бизнеса И будем открывать Хотя как вариант Наверное Действительно Это заняться шмотками Это вариант Наверное Ювелиркой Заняться Это думаю Будет интересно Ну и соответственно Фирмы Которые у нас Отвечают За офисы Тоже будет Неплохо Посмотри Как работает Все Идею Рассказал Задачу Дал Теперь я с вами Прощаюсь Всех вас очень люблю Мы вернулись В эту Потрясающую игру Будем дальше Развивать И расширять Наш бизнес Надеюсь Вы этого ждали Если да Не забывайте Поддержать лайком И комментарием Этот видос До новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok